Каждый пятый украинец безработный. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо обеспечить рост экономики, считают члены Федерации работодателей. Для этого надо ограничить ввоз импортных товаров. Также Федерация предлагает властям отдавать предпочтение отечественным производителям. Бюджет даёт зарабатывать другим производителям, но не собственному украинскому производителю. Я ничего не имею против чужих, но в конце концов мы должны свой рынок защищать. Почему мы, как украинские предприятия, как украинские государства, не можем обратить это внимание и дать приоритеты своему производителю. Премьер-министр заверил председателям Федерации, изменить ситуацию власти собираются за счёт программы импортозамещения. За счёт развития внутреннего рынка, внутреннего производства, за счёт импортозамещения. Такая программа принята, она очень большая, серьёзная программа. И она будет реализовываться. И под неё будут сосредоточены определённые кредитные ресурсы. Следующий шаг, уверяют Федерации работодатели, поддержка малого и среднего бизнеса. Ведь в большинстве европейских стран за пять лет 80% новых рабочих мест были созданы именно этими предприятиями. Главное не мешать развитию, уверяют Федерации. Ведь как выжить бизнесменом, если его почти каждый день атакуют с проверками. У нас на предприятиях есть целый отдел людей, который занимается с утра до вечера только проверяющим. Потому что я уже запутался. И вот то, что я на Федерации работодателей говорил, что давайте сделаем реестр этих проверяющих. Давайте разберёмся, кто эти проверяющие. Сколько они раз могут приходить. Определённая работа в этом направлении проводится. Она, на мой взгляд, недостаточна. И она будет проводиться и дальше. Принципиальная позиция правительства – это продолжать линию на дирегуляцию, на уменьшение административного давления на бизнес. И она будет реализована. Во время съезда глава правительства заверил, экономика требует денежных вливаний, которые не приведут к инфляции. Однако определённый риск всё же есть. Мы считаем, что риски определённые есть. Но эти риски в сравнении с необходимостью роста экономики являются допустимыми. То есть совершенно очевидно, что мы способны поддерживать стабильность нашей валюты, нашего валютного курса и одновременно наращивать объёмы кредитования экономики. Чтобы решить проблему с НДС, правительство после 1 января выпустит облигации. По словам Николая Азарова – это своеобразная необходимость, ведь в стране нет полноценного рынка ценных бумаг. Рината Малышева, программа «Наше время».